Всем привет! Если у вас нет белого API-адреса, то есть очень простое решение, используя VPN от ZeroTier, чтобы подключиться к Synology откуда угодно. В последнее время Synology QuickConnect работает со сбоями, и пользователи, у которых нет белого API-адреса, не могут подключиться через интернет к своим нас устройствам. Самое простое это получить у провайдера белый API-адрес, и лучше всего динамический, и использовать DIN DNS, но к сожалению не все провайдеры дают такую возможность. Ранее я делал статью и видеоролик, как можно обойти эти проблемы, используя ТСКЛ. К сожалению разработчики данного ОПО решили действовать вопреки здравому смыслу. Видимо задняя точка давно раздолблена, и поэтому запретили использовать из нашей страны свое программное обеспечение. Конечно, можно сменить регион и использовать VPN, чтобы скачать и установить ТСКЛ, но нужно понимать, что люди, которые решили перейти на сторону зла, могут не только запретить использовать ПО, но и заложить в него вредоносный код, который может навредить. На данный момент разработчики ZeroTier не были замечены в противоправных действиях против здравого смысла, и поэтому я расскажу как установить ZeroTier на Synology, и опишу с чем вы столкнетесь в процессе. Все, что будет сказано в видеоролике, есть у меня в статье. Ссылка на статью будет закреплена в описании к видеоролику, поэтому заходите, переходите, читайте. Начнем с установки. Начиная с версии DSM-7, компания Synology была много ограничений на установку стороннего ПО. Если у вас DSM-6, то вам достаточно просто скачать с ПК пакет, но DSM-6 будет работать, поддерживаться до 2023 года, потом перейдет, ну то есть этот год, да, сейчас 2023, то есть и потом перейдет в состояние End of Life, ну по крайней мере так заявляют разработчики ZeroTier. То есть в любом случае они будут его поддерживать. А если у вас DSM-7, то в этом случае вам нужно использовать контейнер Docker. Если ваше устройство не поддерживает контейнер Docker, дальше можно не смотреть и не читать. То есть Docker обязательно необходим. Также моя инструкция будет основана на DSM-7.2, где есть контейнер менеджер, в котором есть поддержка Docker Compose. Если у вас не DSM-7.2, а DSM-7.0, 7.1, 7.1.1, то переходите, вот тут ссылка есть на официальную инструкцию, там подробно описано, как это сделать, да, в этих версиях. Но я не рекомендую так делать, потому что там они устанавливают Docker в места, где он не должен располагаться, не предусмотрено разработчиками Synology. Поэтому лучше всего, мои рекомендации, использовать именно мою инструкцию и использовать именно в DSM-7.2. Следующее ограничение в DSM-7, которое ввелись в Synology, это отсутствие Tune-интерфейса, который необходим для ZR-Tier VPN. Ну, включается он очень легко, достаточно просто установить и запустить Virtual Machine Manager, и все, все будет работать. Если у вас по какой-то причине нет Virtual Machine Manager, или вы не хотите его устанавливать, то тогда есть вот такая инструкция, как запустить вот этот самый, активировать Tune-интерфейс на DSM-7. Кстати, я рекомендую использовать тоже этот способ, хотя на видео я его показывать не буду. Почему? Потому что если вы используете Virtual Machine Manager, как я, допустим, то после рестарта DSM вот этот интерфейс, вот этот контейнер, он не запускается, выдает ошибку. Ну, достаточно его просто зайти и снова запустить, и он дальше работает. Ну, видимо, Virtual Machine Manager загружается после докера, и в результате Tune-интерфейс еще не создан, и докер, соответственно, выдает ошибку, ну, контейнер конкретный. Поэтому, если вы будете использовать вот эту статью, которая сейчас у вас перед глазами, вот эти команды, то это более правильный способ, так скажем. Я буду считать, что Virtual Machine Manager или Tune-интерфейс у вас уже активированный, докер, контейнер менеджер установлен, и продолжаем. Что мы делаем? Заходим в файл-стейшн, в папке докер создаем пустую папку zrtier. Тут ничего не надо создавать, просто папку создаете, и все. Дальше что мы делаем? Открываем контейнер менеджер. Проекты. Создать проект. Придумываем ему название. Задаем путь вот в эту пустую папку, которую мы создали в докере, и тут выбираем создать докер из... Ну, чтобы вставить вот сюда текст, да, хотя можно непосредственно файл сюда подгрузить, но я буду показывать на текст, это кому как удобнее. Мне удобнее, допустим, так. Дальше идем опять на сайт, и скопируем вот эту информацию, ямул вот этот код для докер композ, да, который я благополучно уже создал. И вставляем его вот сюда. Ставили. Нажимаем далее. Далее. Создать. Сейчас скачается с докер хаба необходимый образ, распакуется и запустится с определенными вот этими параметрами, которые я заложил. Видите, если вышел код exit 0, да, и вот тут уведомление, иначе все хорошо. Если exit код не вышел, ну, допустим, не создан, не активирован тут Tune интерфейс, он там выдаст ошибку, и, соответственно, вы об этом узнаете. Все. Он активировался и запущен. Тут больше, в принципе, на него смотреть не надо, он работает и работает, как бы, потребляя потребление, да, вот потребление сейчас у него вот такое, но когда он запустится, будет чуть побольше. Что мы делаем дальше? Дальше идем на сайт Zerotier и создаем себе аккаунт, если он у вас еще не создан. У меня аккаунт уже создан и создана сеть. То есть, если у вас сеть не создана, просто создаете ее, у вас она создастся. Переходим вот сюда. Можно ей дать имя этой сети. И, соответственно, вот тут у вас будут настройки. Сразу можете выбрать сеть, которая будет принадлежать вашему вот этому Zerotier VPN, да. Вот я выбрал, оставил по умолчанию 192, 168, 192, 0, с маской 24. Вот. Здесь вам, в принципе, нужен вот этот ID. Скопировали его или запомнили. Дальше на моем сайте берем, копируем вот эту вот команду. И ее нужно ставить, подключившись к Xenology по SSH. Как подключаться к Xenology по SSH, есть в моей статье. Ссылки будут также у меня в статьях. То есть, все будет на сайте закреплено. В ссылочках найдете. То есть, вставляете эту команду. Естественно, ставите сеть, должна быть ваша сеть, не моя. То есть, вы подставляете сюда свои значения. Нажимаете Enter. Дальше вводите пароль. 200, join, ок. Это значит, что все хорошо. Переходим опять на сайт ZeroTier. И здесь должен появиться у вас ваш Xenology. Мне пришлось обновить страницу, чтобы у вас здесь появился. Ну, в общем, вот он появился. Соответственно, что вы делаете? Вы должны его разрешить ему подключиться, пройти аутентификацию и придумывать ему пароль, да, допустим. Ой, не пароль, а название. И можно подписать у него description. Тут же сразу мы видим у него, какой у него назначился IP-адрес, да, или можно назначить IP-адрес самостоятельно вручную. Но я оставил все, как есть. Все. На этом, грубо говоря, настройка закончена. Дальше вы можете установить приложение на телефон или на компьютер. Да, и вот у меня здесь в статье все описано. И уже подключаться через вот этот IP-адрес, да, вот этот вот внутренний VPN к вашему непосредственному Synology через интернет откуда угодно, да. То есть, вам достаточно просто телефон, компьютер или еще какие-то устройства подключить к той же сети ZeroTier и все будет уже автоматически работать. Довольно-таки просто, да. Тут есть одна небольшая проблемка. То есть, подключаться по вот этим VPN-ам можно, да, на Synology Photos, Drive, можно указать вот этот IP-шник VPN-овский. И он будет подключаться. Но когда вы будете приходить домой, если вы отключаете этот VPN, то, соответственно, ничего не работает. Просто по Wi-Fi, да. Как этого избежать? Очень-очень-очень просто это решается. Итак, идем в панель управления, сеть, сетевой интерфейс. Смотрим, какой сетевой интерфейс у вас в локальной сети, у вашего Synology. Что у него суда? 168, 168, 169 в моем случае. Окей. Переходим опять на сайт ZeroTier. Так, вот он, да, у меня вот этот вот. Копируем его, этот, запоминаем или копируем его IP-адес внутри VPN-а. Идем вот сюда в сети. Пишем локальный IP-адес Synology. В моем случае это 109 в конце. И выбираем маску 32. Обязательно 32 в данном случае. И устанавливаем через, чтобы вот эта сеть, вот этот хост с 32-ой маской, да, Synology, был доступен через вот этот вот IP-адрес, который вот у вас вот здесь назначился внутри VPN-а. Все, нажимаем Submit. И теперь вы можете подключаться на телефоне, вот как у меня здесь показано, да, по локальному IP-адресу. Ну, в моем случае был локальный адрес 116, сейчас 109. Это не важно. У вас все равно будут свои значения. И то есть через интернет или дома, через интернет и VPN и дома, вы сможете всегда подключаться по IP-адресу. Можно даже не использовать SSL, потому что дома SSL вам не нужен, грубо говоря. Через интернет задачу по обеспечению безопасности берет на себя ZerTier VPN. Трафик ходит между устройствами, не заходя на какие-то третьи сервера, да. Поэтому, как бы, VPN тут нормальный, безопасный, все хорошо. Ну и в конце статьи у меня будут дополнительные команды. Если это вам необходимо, то можно также ими воспользоваться. Ну, на этом все. Видео про то, как подключаться к Synology через ZerTier VPN без QuickConnect, без белого IP-адреса, подошло к концу. Всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях все, что об этом думаете. Желаю вам удачи. До новых встреч, друзья.